КОАЛИЦИИ Было много разногласий внутри коалиции, и, увы, смена четырех министров за восемь месяцев – это нечто невиданное для Эстонии. К тому же мы уверены, что принятые и полезные для общества законы никто не запомнит, ведь их с лихвой закрывают те же налоговые и акцизные нововведения. А с каждым годом жители страны будут все больше ощущать последствия этого закона. Мне кажется, что начинать работу правительства сразу со столь жесткого и негативного проекта было не совсем верно. Но что поделать, коалиции нужны были средства на выполнение предвыборных обещаний. С крупнейшей оппозиционной партией – солидарные депутаты от Эстонской консервативной народной партии. Лидер Март Хельми отмечает, что помимо налоговых и акцизных новшеств, их партия недовольна и позицией правительства относительно квот на беженцев. Коалиция не научилась говорить «нет» на некоторые абсурдные предложения Европы и не умеет отстаивать свою точку зрения. Уже с самого начала было ясно, что эта коалиция не будет работать вместе таким образом, что они найдут всегда какой-то там консенсус. И если даже они найдут консенсус, подходит ли этот консенсус для общества в целом. Вот как мы видим, правительство работает плохо, там все время конфликты, споры по поводу даже таких смешных вещей, как посылать ли юганапарца в Европу или не посылать. Оппозиция напомнила и то, что за 8 месяцев на площадь перед зданием парламента выходили тысячи людей, не согласных с позицией коалиционных партий. Но, увы, никто не был услышан. И даже работники сельского хозяйства, которые буквально оккупировали территорию возле реки Когу, не были приняты всерьез. И в оценке деятельности коалиции оппозиционные партии единогласны. Свободная партия считает, что это правительство в принципе не очень идееспособно. Ну и по некоторым пунктам они смогли договориться в этом году, хотя бы вспомним в мае принятые налоговые законы, которые позволяют в следующем году резко поднять топливные акцизы и другие акцизы. В тех темах, когда мы говорим очень о сенситивных вопросах, например, налоговых или вопросах социальной жизни, там почему-то эти договоренности быстро достигаются. Многие с удивлением отмечают и слова, которые произнес лидер партии Союза Отечества и Республика Маргус Цахна о том, что пока правительство ничего не сделало и у них гораздо больше потенциал. Настоящие дела будут в следующем году. Стоит отметить, что на АСУ еще несколько больных и проблемных реформ, которые правительству предстоит воплотить в жизнь. В том числе и административная реформа и реформа трудоспособности. И, увы, еще задолго до оглашения примерного плана изменений на улице вышли тысячи людей, не согласных с мнением коалиции, которые к возмущению оппозиционеров по уже сложившейся традиции властями не были услышаны.